12 миллионов рублей собственных средств потратили коммерсанты с улицы Алматинской на тротуары, формирование газона, удаление сорного кустарника, установку красного забора. Работы еще продолжаются на отрезке протяженностью в 2 километра. От московского шоссе до улицы Старозагора. Существует определенный проект, который согласован с городом, но в процессе согласования до сих пор находится. И город нам сказал, как должно быть сделано. Это не мы придумали, это не наши какие-то желания. Город сказал, что должен быть трехметровый газон по этой стороне, также трехметровый тротуар, отделанный плиткой. Каждый ходил, контролировал, каждый из ребят. Мы, может быть, все не строители, но относились к этому с душой, это точно. Планируем еще установить установки общественного транспорта, планируем сделать пешеходные переходы, так, чтобы люди абсолютно безопасно могли переходить, могли останавливаться транспорт. Свою борьбу за перевод территории в зону коммерческой застройки бизнесмены начали еще в 2015 году. Сейчас, согласно документам, они работают на бывших садово-дачных участках. Соответственно, налогов платят примерно в 20 раз меньше. Капитальные строения, офисы, гостиницы, автосалоны и прочее находятся здесь неправомерно. 78 членов инициативной группы сформировали план благоустройства, чтобы устранить этот казус. Но зимой суд усмотрел нарушение. Часть строений попадали под красные линии. Суд мы проиграли в ту зиму. Нас все-таки обязали внести изменения в проект, хотя мы категорически с ними не были согласны. Мы эти изменения внесли в проект и проект планировки территории направили повторно для утверждения. После чего уже с нами представители новой власти. Сначала с нами в департаменте строительства этот вопрос обсудили, а потом мы встретились с главой города. Мы готовы часть проекта реализовать за счет собственных средств. Нам в открытую сказали, что эту инициативу, которую вы проявляли, надо реализовать. Эту инициативу мы реализовали. На сегодняшний день вы видите, что улица приобретает человеческий вид. Впрочем, и наведение здесь порядка не является гарантом перевода земель в другую, более дорогую категорию коммерческой застройки. Окончательно решать этот вопрос будут в городской думе. Поскольку процедура, которая определяет порядок перехода в другую смену зонирования земельных участков, это процедура публичного слушания. И она проходит не через мэрию. Мэрия потом впоследствии только утверждает результаты публичных слушаний. Но решения по проведению публичных слушаний, а не сами публичные слушания, они должны проходить через законодательный орган. Конечно, заранее предсказать результаты нельзя. То есть она обладает признаком такой, там нужно проголосовать за все или иные варианты. Благоустройство тем временем коммерсанты на Алматинской рассчитывают завершить уже к 15 мая. С расчетом встретить гостей чемпионата мира во всей красе. Но чиновники ранее заявляли о планах закрыть эту территорию глухим забором. Чтобы узнать, изменилась ли ситуация теперь, мы отправили официальный запрос в мэрию. Ждем ответа. Спасибо.